Кухюманс, я рад приветствовать вас в мире ночных нелегальных гонок Midnight Club 2. И мы продолжаем проходить карьеру в городе Пориж. Мы остались по-прежнему 43,6% общий прогресс. И пользоваться сегодня мы будем на текущий момент транспортным средством Mansoni. Это байк, который нам нелюбезно предоставил Йен. Ну что же, давайте искать очередного претендента, посоревноваться. Конечно, трафик не упускает возможности пощекотать нам нервишки. Ну да ладно, не будем сильно на это обращать внимание. Виднеется один маркер красный, значит больше вариантов нет. Поэтому скоро мы, скоро потихонечку подберемся к чемпиону Парижа. Но передать им надо вот пока еще некоторых парней, а может девчонок разкидать. Вот он гонщик. Следуйте за гонщиком Стефан. Ну Стефан у нас парень приехал из Италии. Он любит женщин, пользуется у них большой популярностью. Бабник, по-русски говоря. Но вот в известной степени американофоб. С американцами что-то у него не сложилось. И из-за этого во время гонки будет нас часто подкалывать, что ли. Ну да ладно, мы-то не словами, а делом докажем свое преимущество над ним. Обыграем его, отберем машину и вот тогда и посмотрим, куда вся эта его высокомерность денется. Ну где ты там? Приготовьтесь к гонке. Ха! И что? Парень слишком маленький для нас двоих. Вот видите, смотри, не захлебнись своей желчью, напущенный индюк. Я научу тебя уважать своих соперников. Это гонка, друзья. С неупорядоченным расположением точек. И поэтому мы вольно сами выбрать путь. Сами вольную выбрать, как их пройти. И сегодня я постараюсь вам показать один из способов. Мне кажется, он имеет право нажимать. Ну а пользоваться им или нет, решайте сами, как говорится. Здесь несколько проблем. В первую очередь это трафик, конечно же. Ну, кроме него, есть еще сложность в выборе, как заехать на точку, потому что они вот по три штучки здесь появляются, да? И вам нужно выбрать угол, с какого туда зайти. Ну вот, сегодня я вам постараюсь дать один из возможных вариантов решения, да? Так, здесь все-таки немножко надо быть аккуратным. Сейчас немножко повезло. В какой-то степени. Так, вот здесь вот встречный трафик. Идиот. Противник. Затормозил я тут больно сильно. Ну ладно. Самое главное, что мы в седле. Так, сейчас нам придется прыгать вот через стекло, чтобы пройти вот эти две точки. Так, и остается еще три штуки. О, черт, а! Вот если бы я знал, что он там стоит. Так, вот тут две машинки еще будут пытаться нас зажать. Я не понимаю, о чем он там говорит. Сыль, шмель. И все, поехали. Давайте на финиш, что ли. По крайней мере, попробуем. Здесь всегда посередине кто-нибудь передвигается. Это, в принципе, норма. Так, и сейчас мы будем прыгать вниз. Все. Ну что, итальянская рожа, каково тебе? Так, продолжить карьеру. Мне плевать на его весь пафос. Ладно, приятель. Можешь поставить на конгамбургер. Ой, как смешно. Бог юмора. Просто стендап-комик. Я прям не могу. Ладно. Петросян подвинется, а нам гонку проходить. Гонка достаточно тоже сложная. Здесь дождь. И, соответственно, на мотобайке будет проблемно проходить повороты. Потому что сильно заносит. Надо вовремя тормозить. А чертов трафик нам покоя тоже давать не будь. Да ну что ж ты творишь-то, а? Идиот. Я вот его не понимаю, конечно, порой вот куда-то в сторону что-то, что происходит. Так, нам надо заехать сюда. О, повелитель черепов. Что за хрен? Зачем в подземке черепа? Так, нам надо сейчас налево. Так, немножко подоторвались, и нам сейчас придется прыгать, да? Так, спокойно, спокойно. Давай, давай, езжай. Так, в подземку спускаемся. Так, сейчас направо. И потом надо тормозить, потому что точка расположена Арианом. Кстати, в версии на PlayStation этот Стефан является французом, а не итальянцем. Но, кстати, что-то по говору он больше действительно как-то на французы смакивает. С какого боку он стал итальянцем, непонятно. Так, сейчас куда? Направо, да? Здесь вот запутаться тоже очень-очень легко. Ай! Гадина! Просто сейчас было очень-очень-очень-очень опасно. Так, стопэ. Кое-как я здесь смог затормозить. Ну, что сделаешь? Дождь делает свои коррективы. Так, тут автобусик у нас стоит, любимый. Давай-давай-давай! Так, спокойненько. Так, осталась у нас одна точка перед финишем. Ну, можно спокойно уже побеждать. Не думаю, еще какие-то дополнительные прям проблемы будут. Видите, да? Она как будто вдали стоит, а потом ехать только начинает. Ну что, Эндюк, ты бит дважды. Отдавай свою тачку. Вы выиграли Ауар. Продолжить карьерного в машине. Не могу в это поверить. Он забрал мою тачку. Теперь целую неделю я не смогу общаться с дамами. Не плевать, американец. Все равно у меня не будет... У меня будет больше женщин, чем у тебя. Плак-плак-плак. Что ж ты за любитель женщин, если у тебя после таких, эти... Неделю целую, ну, того самого, а? Ладно. Так. Благо, гонщик рядом следующий. И давайте скорее же начнем с ним соревноваться. Следуйте за гонщиком Парид. Парид у нас интересный достаточный персонаж сюжетной линии. Он из Алжира приехал сюда. Но при этом он является нелегалом. Нелегалом он в каком плане? То ли он незаконно пересек границу, его должны депортировать. То ли он совершил какое-то преступление, его должны посадить. Не совсем понятно, но в лапы правосудия он точно не желает попадать. Поэтому передвигается по таким специфическим местам, где у нас сейчас, в принципе, и Катай. Здесь много всяких высоток, достаточно узкие улицы, много трафика плотного. Ну, на них тяжело заезжать, но прикольно прыгать. Машину у него, кстати, знаете, напоминает сзади Рено Клио. А впереди что-то из а-ля Гольф GTI, наверное. Вот сейчас мы будем сигать. Вау! Видимо, машинка-то у него тоже легкая достаточно. Надеюсь, у нас за этого с маршрута не собьется. то мы уже и так немало катаемся. Нет, опять куда-то вверх. Папа там написано, брат. Папа! Друг мой, привези уж нас, пожалуйста, куда-нибудь, а! Сколько уж можно издеваться-то? Чтоб же с липстримом, что ли, тебе дать по голове. Что касается Аларда, то... Ну, вообще... С мотоцикла на машину тяжело всегда возвращаться. Потому что мотоцикл быстрее. Ага. Ну, слава богу, наконец-то. Приехали. Он слишком молод, чтобы быть копан. Я, как же, мы честь дам погонять с собой международный раузер с персоной. Надо стоит высовываться. Будем гадаться в катакумбах. Ну, рожек шастая. Значит, говоришь, нельзя тебе высовываться, да? По всяким каналюгам кататься можно. Ну, давай попробуем. Значит, написано, деймджа. Ездить тут нельзя. А ты тут устраиваешь, значит. Вот тут трафик вылез вообще. Ну, это-то сам виноват, друг мой. Сам виноват. Черепа наши любимые. Как прикольно их сбивать. Так, и направо резко, да? Ладно. Интересно, а вот мы трубы сбиваем, там, вода отключается или что-нибудь? Коммунальщикам дополнительные проблемы создаем. Местным. Чем-то не успел черепа сбить. Естинька чего? Не понял, что он сказал. Так. Ну, тут не совсем прям все места в гонке расположены в подземке. Вот, вполне себе открытый город. Так что ты сам, друг, виноват. Черт, а что же он в международный розыск, кстати? Черт, что же он такого натворил? И опять. Так, спокойненько. Так, сейчас мы выезжаем. Снова на поверхность. Как он классно эти ворота сбивает. Мне прям нравится. Как-то без трафика не обойтись. Полиция. Година. Развернись-то уже нормально. Тут еще трафик. Ничего. Погнали. Так, судя по всему, нам придется сейчас прыгать. Надеюсь, я долечу. Какого фига моя машина не управлялась в воздухе? Фу. Пока наш нелегальный друг ничего не показывает. Ему позвольте, что я уникал у него все из его американского от чванливого носа. Эй, я не хочу убивать тебя. Пока. Так, я так понимаю, что это гонка, в которую нужно оторваться от полиции. Ну да. Помните, с Гектором такая была в Лос-Анджелесе? Так, полетели. Непонятно куда, но полетели. Молодец. И давайте вы там сзади... Черт, я не понимаю, куда я еду, но я куда-то еду. Серьезно, они от меня не отстают, что ли? Ну, скажите, что я оторвался от полиции. Да, перед самым финишем. Да. Это было легче, чем я думал. Мы выиграли штат. Да, штат эта машина называется. Ну, собственно, берем ее к себе на вооружение. Это будет план достойной Генея. Я дам ему свою тачку, инспектор будет слегка занять, пытаясь арестовать его. Насаждайся моей машиной. Боже, у него еще и брови срощиеся. Монобровка. Так, получается, что в машине должен быть, по идее, Фарид. С нами соревнуется инспектор. И типа, когда гонка закончится, пытается нас арестовать, но по факту Фарида там не будет. Достаточно интересная задумка. Так, сейчас куда? Направо, да? Что-то ее как-то кидает очень неприятно. Не очень мне эта машина нравится, а ларда как-то полустойчивее была, если честно. Да, трафик дает прикурить. Как обычно. И по скорости ауарда получше будет. Не знаю, вот эта тачка... Ну, по управлению, конечно, да. Может, слишком резко взял, да? О-о-о-о! Так, здесь вот этот поганый встречный трафик. Всегда сложно нормально выйти. Так, опять выезжаем на широкую дорогу. И там что, опять налево, да? По встречной полосе, короче. О, здравствуйте. И вам добрый вечер. Общественный транспорт. Так, ныряем. И полетели. Так, особо мы не разогнались. Перестраиваемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря я, наверное, нитро потратил, да? Так, сейчас куда? А, сейчас вот эти вот микроучастки будут такие противные. Вау, да, еще какой. Здесь прям сильно пришлось затормозить. Так, ага. Там можно, в принципе, поверх попрыгануть. Ибо сейчас по левой стороне как-то вырулить финиш. Прям я понял, где. Фу. Ну, такая гонка замороченная. Достаточно выиграли в викторе. Надеюсь, эта машина стоит того. А, отлично сработано. Не ставить волейбарной приятности. Иногда это может кончиться плохо. Пока ушастый. И вот, собственно, чемпионка Парижа. Перфейт. Ну, давайте лицезреть эту даму. На вид обычный парень. Много гонор, ничего реально серьезного. Бонжур, мой дорогой. Хочешь покататься? Горю, желание отобрать у тебя титул чемпионки. Ни более, ни менее. Я думаю, что это заслужил, пройдя через череду тяжелых противников, соперников. Ха-ха-ха, это Блок, кстати, говорил. Так, у нас что-то подобие какого-то Астана Мартина, что ли? А это Порше 911. Кстати, и у них уже, опять же, на один нитро баллон больше, чем у меня. И поэтому они успокоенно его тратят. Не жалею. А вот я-то ограничен своих желаний, скажем так. Ну, там можно, да, по верху ехать, прыгать. Не вижу смысла в этом особого. Иди, иди, все отзывается. Кстати, по биографии она вроде как бывшая модель. Снималась там где-то. Ну, а возраст заставил ее сменить немножечко род деятельности. Из-за этого она теперь вот уличная гонщица. Ну, манера и пафос, естественно, никуда не делись. Насчитает себя совершенством, а остальные так. Жалкие ничтожества. Так. Сейчас аккуратно вот здесь выйти. Потому что этот гадский трафик всегда испортит планы. Так, и теперь надо будет потом направо, да? Неприятное местечко. Потому что здесь надо вот так вот ползти прям в прямом смысле слова. Воу-воу-воу. Господи, ну что ты делаешь, дура? Давай разгоняйся. Вот эти вот поля, вот это вот я ненавижу. Кучу времени здесь потерял. Вот если честно. Я не удивлюсь, что я не выиграю, если. Иди нахрен, придурок. Они уже точку прошли, конечно, а я... Здесь надо нормально зайти. Давай. Давай, детка. Самый эпичный полет в Париже, наверное, за все время. Ну что ты творишь, а, дура? Так, и здесь надо вот тоже, наверное, да, сейчас... Нетр ускоритель дать, чтобы долететь. Да что ж такое, а? Что за мега-везение сегодня? Что ты свалишь, нахрен, а? Я всю машину уже заупал, ну реально. Ну просто жесть какая-то. Ещё тут встречка, ну зашибись. Чё он сказал? Эй, дебиль! Мне послушалось. Ладно. Вот это вот всё компенсирует, если я сейчас выиграю. Ох, как чё, хитро на повороте здесь так надо выйти. Да, первую гонку с горем пополам мы смогли осилить. Продолжить. Меня назвали королевой гонок. Все мужчины в мире должны быть моими под каблуком. Тупица! Тебя даже хорошим горщиком нельзя назвать! Па! Ладно. Ну что, друзья. Теперь вторая гоночка. Которой мы должны в принципе разобраться, кто из нас тупица и тому подобные вещи. Гоночка у нас с туманом. Непростая. Поэтому придётся попотеть, наверное, в какой-то степени. Потому что здесь много трафика, который не видно, естественно, из-за плохой дальности, малой дальности прорисовки. Плюс ещё ко всему эти черти, конечно же, будут пользоваться своими нитроускорителями. Ну так, немножечко поболтались. Вау! Монами? Типа мой Монами друг? Молодец! Ха! Кстати, лихо я ему не дал нормально. Ускорится. А кто так оторвался сильно? Ни хрена себе! Офигевший типок! Я его, конечно, нагнал, но трафик просто здесь всю кровь сворачивает. Ну вот видите, что происходит? Ну как на такое резко среагирует мы? Так, разворачиваемся. Так, здесь опасненько, потому что столкнуться можно в любой момент. Так, и теперь надо куда-то съезжать вниз. Окей. Я помню как-то в одно время, когда я проходил, давно я вечно слетал в воду. Так, и теперь что? Куда ехать-то? Направо? И потом налево. Я понял, я понял. Так, надо главное аккуратно с трафиком. Так, спокойно, машиночка, спокойно. Я знаю, что ты шибко прыгучая. Да и идию, идию я, да идию. Просто тут такие вещи порой творятся. Так, давай. Это что у нас такое? Я нихрена не вижу. А, это идиотский этот. Все, норм. Я понял, что это? Колесо оборзения. И все. В принципе, на этом наш спор заканчивается. До свидания. Вы победили. И вы выиграли модопрега. Ха-ха-ха-ха. Продолжи к коренному машине. Я не могу быть хуже этого мешка с мусором. Я надеюсь, что тебе не повезет, и ты утопишь эту тачку в сене. Не могу дождаться, когда опробует и красавица на улице к Токио. Я расскажу всем, что этот вортекс мой парень выиграл у Прима. Я отправляюсь в Токио. Прямо закрываю от нетерпения. Хей, спасибо за машину. Увидимся позже. Боже. Надеюсь, вы не слишком меня возненавидите за этот дурацкий голос. Ну ладно, я практикуюсь. Ну что, друзья, таким образом, титул мы взяли. Переместились уже в третью локацию. Это Токио. И ровным счетом ожидает нас то же самое. Игра у меня подвылетела, поэтому продолжим карьеру уже в следующем выпуске. Будем наказывать жестоко и беспринципно гонщиков Токио. А на сегодня все, друзья. До новых встреч. До новых встреч на уличных нелегальных гонках. Пока-пока.